Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, мы с вами переходим к изучению 74-го псалма. Эта и другие наши лекции записываются порталом экзегет.ру и размещаются на сайте Московского Средневского монастыря или на портале экзегет.ру. Главная тема 74-го псалма – это прославление Бога. Прославление Бога за совершенные им чудеса и за совершение суда над высокомерными, жестоковыйными людьми, в которых мы, конечно, узнаем иностранных завоевателей. Некоторыми исследователями данный псалом рассматривается как пророчество, как пророчество о нашествии ассирийцев, поскольку в надписании следующего псалма по септуагинты упоминаются ассирийцы, а также потому, что святитель Афанасий Александрийский считал, что 74-й и 75-й псалмы написаны по одному и тому же поводу. Итак, если взять этого внимание, тогда описываемые в 74-м псалме события могут быть связаны с поражением войск Сеннахерима, ассирийского царя, который пошел с войной на Израиль, но так и не вошел в Иерусалим, поскольку ангел Господень поразил 185 тысяч человек его войска. Об этом нам повествует 4-я книга царств. Общий дух данного псалма напоминает укрепляющие слова царя Эзекии, с которыми он обратился к народу. Процитирую. «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя Ассирийского и всего множества, которое с ним, потому что с нами более, нежели с ним. С ним мышца плотская, а с нами Господь Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на браниях наших». Поэтому можно согласиться с блаженным Афанасием, но трудно согласиться с блаженным Феодоритом Кирским, который предполагал, что 74-й псалом извекается от лица пленника в Вавилоне. Данный псалом содержит параллели с другими и с высказываниями из пророка Исаии. В силу этого его можно датировать эпохой до Вавилонского плена и рассматривать как лирическое сопровождение тех пророческих высказываний, которые Исаия дал в связи с предстоящим уничтожением ассирийцев, как свидетельство живой веры, с которой Божий народ принял его обещания и как призыв к церкви всех веков посредством веры искать подобного же освобождения от поработителей в будущем. Рассмотрим детальные стихи данного псалма. Стих 2. «Повторенное дважды слово благодарности мы славим, славим» может свидетельствовать о каком-то народном празднике в честь чудных дел Божьих. Эти чудные дела были выражением его отношения к народу, проявлением его божеского характера. Бог покровительствует уповающим на него, и поэтому они хвалятся его именем. «Приближение к Богу человеку или даже самого имени его было связано с явлением его могущества. Бог приближается, когда его призывает избранный народ. Приближение Бога приносит спасение. В данном псалме чудеса Божии являются свидетельством приближения имени Божия или, другими словами, приближения его лично». Третья и шестой стихи. «После общего начала, сказанного как бы от лица народа, следуют слова, сказанные как бы от лица Бога. Возможно, что эти стихи были произнесены священникам или пророкам в храме. Они начинаются с уверенности, что какой бы хаотичной ни казалась жизнь в мире, Бог по-прежнему поддерживает порядок на планете. Он всегда стоит за справедливость, и никто не может заставить его действовать быстрее или медленнее. Он начинает свой суд в тот момент, когда сам выберет предназначенное для этого время. Слово, переведенное здесь на русский как «время», может означать также и место встречи. В некоторых случаях время может указывать на время года или на назначенные в определенные дни года религиозные праздники. В настоящем случае, как и в некоторых других псалмах, время указывает на то, что пришло время спасения. Пришло время, когда Бог начал совершать свой справедливый суд. Хотя слово «время» употребляется также в пророчествах о последних временах, но в псалме этом нет никаких указаний на суд над всем миром или даже хотя бы на итоги частного суда в какой-то, может быть, менее значимой ситуации. Так или иначе, вмешательство Бога в дела людей, когда наступает потребное для этого время, является необходимостью для поддержания баланса в мире стихий или стихийных человеческих отношений. В четвертом стихе мир напоминает большое здание, поддерживаемое колоннами или, по-другому, столпами. Схожий образ дрожащих колонн дома можно найти и в других местах Библии. Образ здания, которое может пошатнуться и обрушиться на его жителей. Знаком по многим описаниям землетрясения. Землетрясение здесь описано на языке поэзии, а не геологии или архитектуры. Мир подобен дому, опорной столбы которого поддерживает Бог. Прочно установленные столбы – это гарантия, безопасности во время землетрясения. Безумствующие и нечестивые выставляют на показ свою власть. В пятом-шестом стихах мы дважды слышим слова «не поднимайте рога». Речь идет о роге животного, такого как вол или бык, которая являлась символом силы, говорящей жестоковыно, буквально с нахальной шеей. Это полные надменности люди, которые против праведника говорят злое, с гордостью и презрением. Не исключено, что шестой стих за богослужением исполнялся хором. Сказанное кратко священникам в пятом стихе «не поднимайте рога» таким образом получало продолжение во встречных словах, которые пелись хором от лица народа. «Не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыно». Тема возвышения тех или иных людей напоминает зарисовку из жизни древних восточных стран. Об этом мы встречаем речь в седьмом-девятом стихах. Мы легко можем себе представить ситуацию, когда царь в окружении своих визирий принимает стоящего перед ним на коленях просителя. Если мы хотим интерпретировать седьмой стих в строго географическом смысле, тогда пустыня указывает на какое-то негостеприимное место на юге. Восход солнца – восток и заход солнца – запад – это указания на страны от востока до запада. Я еще хочу сделать природно-географическую ремарку в отношении севера. Если мы посмотрим на карту Палестины, то мы увидим, что с севера граничит достаточно плодородная Сирия, а чуть выше – истоки река Тибр и Ефрат. Так вот, путь из Средней Азии, из Междуречья, из плодородного полумесяца, обычно шел в Египет, это такая главная была артерия, через Израиль, или вдоль Средиземного моря, там, где были финикийские поселения. Следовательно, через пустыню, которая сейчас уже заселена, и мы называем ее королевством Иордания, в древние времена никто не ходил через эту пустыню. Итак, могли вторгаться в Израиль не за Иордания, а как раз со стороны горы Ермон, с Сирии спускались какие-то завоеватели, или с юга Египет. Но долгое время после исхода из Египта, ну, наверное, вплоть до Птолемеев, с юга никакой угрозы не ожидалось. Только несколько раз там фараон Шушенк проходил через Израиль, один из царей ему решил противостать со своими войсками и напрасный был разбит. А так-то фараон просто просил, дай мне спокойно пройти через землю, тебя не трону. Но израильтяне не захотели. Итак, на протяжении истории Израиля от Давида вплоть до Вавилонского плена с юга, по большому счету, никакой угрозы не ожидалось. С востока тоже, потому что там пустыня. С запада могли нападать финикийцы, но после Соломона они более-менее были успокоены и тоже не представляли серьезной угрозы. Только уже в период разъеленных царств когда Израиль сам ходил вслед чужих богов, соблазнялся их религиозными культами, тогда могли они представлять какую-то угрозу, но в основном не военно-политическую, а такую религиозную. Так вот, самыми серьезными были враги, которые шли из Осирии, Вавилона, из Персии через север страны. Отсюда и с севером ассоциируется не только холод, потому что оттуда идет холодный ветер, но и враги, потому что в основном они оттуда, повторюсь, со стороны горы Ермон, вдоль Средиземного моря, заходили, вторгались в Ханаан. Север здесь не упоминается, поскольку, видимо, никакого возвышения оттуда не ожидалось. Север вообще ассоциировался у израильтян со смертью и угрозой, поскольку именно с севера вторгались в Израиль самые грозные враги. И таким образом ждать помощи возвышения неоткуда. Остается надеяться на Бога, который одного унижает, а другого возносит. Эти слова восьмого стиха привлекаются с песней пророчицы Анны. Процитирую. «Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего. Посаждаясь вельможами, и престол славы дает им в наследие, ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную». Эти же слова нашли свое продолжение и в песне Богородицы, по которой Бог низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчащих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. «Нечестивые, какими бы могущественными они ни были, будут пить до дна чашу отравленного напитка». За русским словом «дрожжи» стоит редкое еврейское слово, которое может означать грязь над ней цистерны, остатки, старое вино, но то, что в питье никак не годится. «Вино полное смешение», вероятно, это вино с добавлением специй и меда. Сам Бог, смешивая компоненты, готовит для питья жестокое вино. По 10-му псалму доля из такой чаши гнева ассоциируется с горящими углями огнем и серой. Пророк Исаия с гневом обличает безрассудных людей, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. Итак, нечестие врагов приводит к тому, что они сполна пьют сбивающее с ног вино Божьего суда, пьют до дна, до последних остатков на дне чаши, до последней капли. В отличие от нечестивцев, сбитых с толку от сильного вина, псалмопевец со светлым умом воспевает радостную песнь хвалы Богу Иакова. Тем самым он свидетельствует о неизменной мудрости и любви Бога. Если я в стихе 10, это я псалмопевца, он говорит как бы от своего имени, то я в 11 стихе, то есть речь автора, вероятнее всего, относится к Богу. Обращение к нечестивым «не безумствуйте», в 5 стихе сказанное, находит свое приложение в грозном предупреждении «все роги грешных сломлю». 11 стих. Итак, вызов, брошенный Богу, может закончиться для забывающих о Боге с катастрофой. Здесь метафоры, которые применяет псалмопевец, берутся из естественной сельскохозяйственной жизни. Может быть, не столько сельскохозяйственной, сколько повседневной жизни древних людей. Рог крупного рогатого скота или дикого животного был символом силы. Но чем сражается человек? Метает камень из прощи, может быть, какой-то у него ножик будет или меч. Вот все его оружие. Когда перед ним буйвол с острыми рогами, перед ним никакая проща, дротик или даже стрела не играет никакой сопротивляющей роли. И поэтому в этом случае поединок неравный. Буйвол сметает все на своем пути и остается только лишь убежать или отойти в сторону. Отсюда оружие, которым бодает вол, рог, становится нарицательным. То есть чем может победить сильный? Ну, каким-то рогом. Не говоря о том, что еще и копье могло напоминать рог в силу своего острия и вытянутой палки. Понятно, что у праведного рогов нет в буквальном смысле слова. У человека на голове рога не растут. Но вот эта игра смыслов говорит о том, что вот у грешных так сказать пообламываются рога. Кстати, и в русских поговорках есть такие выражения. Мол, тебе рога сейчас обломаю. Вот, но правда у нас рога больше сейчас ассоциируется с изменой. Но есть поговорки, которые говорят о рогах как о силе. Обломаю рога, то есть я тебя сокрушу. Может, по рукам тебе надаю. Вот что-то в этом роде говорит употребляющий эту метафору. Итак, в буквальном смысле слова роги нечестивых это их напористость, которая будет сломлена. А вознесутся рога праведника, это вознесется честь и слава праведника. То есть они начнут быть в почете, они станут в почете. Вот в буквальном, ну вот так вот об этом скорее все идет речь в 11 стихе. Выводы. По Ефимию Зигабену данный псалом учит всех взирать на конец настоящей жизни и не губить себя грехами. Мысль Евфимия, видимо, основана на надписании псалма по септуагинте, где сказано «не погуби». Основываясь на переводе Симмаха, Ориген находил в надписи псалма слова «победная песнь». Соединяя воедино идеи «не губи» «себя грехами» и «победная песнь» Ориген выводил такие духовно-нравственные выводы. Это высочайшее слово о нетлении, предопределенном для праведника, которым и сокровища наград уготованы за победу, почему и названо в надписании «победным» и указывает нам на конец, о котором говорит апостол, «потом конец, когда победивший здесь добрый подвиг получит нетленную жизнь».